Рассвешивает эксперта. Он знает все. Ему цель – доказать судьбу. То есть представьте себе, что все честно. Да, и в судьбе мужчины будут рады. Эксперт про каждую монету знает, какая она. Если на одних песах четыре, а на других три, то наверняка нужно перевесить те, на которых четыре. Все, поэтому неинтересно. Это взвешивание просто не даст нам, скорее всего, вообще никакой баланса. А вот давайте поставим перед собой такую задачу. За одну взвешивую с каким количеством монет вы могли бы разобраться? Сколько? Три. Три. Из них сколько фальшивых? Сколько настоящих? Две фальшивые – одна. Замечательно. Две фальшивые – одна настоящая. Как вы успеете за одно взвешивание отобраться с этой ситуацией? Взвесить фальшивую и настоящую – одно оставить. Взвесить фальшивую и настоящую. А, если вы будете заранее знать, сколько там фальшивых, да? Да. Да, хороший. И взвесить фальшивую и настоящую, и фальшивую оставить в стороне. Тогда вы точно будете знать. Да, можно так. Слушайте, здорово. Здорово. То есть даже с тремя можно, да? Или наоборот – одна фальшивая и две настоящие тоже сможете забрать. Хорошо. Хорошо. А за два взвешивые? Да. Можно сказать, какая фальшивая? Эксперт, конечно, на. Монеты 1, 2, 3. Пусть они фальшивые. И есть монеты 4, 5, 6. Пусть они настоящие. За два взвешивания нужно объяснить суду, что так вы видите. Прошу. Прошу. Ну, если мы будем называть определенного количества фальшивого холеста есть, тогда мы можем за первое взвешивание взвесить? Первую и четвертую взвесили. Первая оказалась легче, да. Ну, мы должны взвесить тройки, например, да? Не понял. А второе взвешивание какое? Второе взвешивание 3, 6. Не вехать, не понял. Итак, есть 6 монетов. 3 фальшивые, 3 настоящие. Как за два взвешивания выделить 3 фальшивые монеты? Мы не знаем, сколько фальшивых, да? Мы не знаем, сколько фальшивых. Мы знаем, что все фальшивые весят одинаково. Все настоящие весят одинаково, при этом они тяжелее фальшивых. У вас одно взвешивание. Знаете, как в шахтах, как в маху один год. Да. Надо взять одну фальшивую монеты. Да. И сделать настоящую. Без чем? А настоящие не легче? Настоящие и жилеют. Значит, надо взять одну настоящую и две фальшивые. Если они будут равными, то можно... Не понял. Если они равны, с чем? Ну, по месту. Вес общего будет равна, чем настоящие. Да. Ребята, в задаче про монеты всегда считается, что монеты почти одинаково по весу, но фальшивые чуть-чуть отличаются. То есть, не в два раза. Никто вам не сказал, что фальшивая ровно в два раза легче состоящая. Такой информации в условии нет. Математика – это не только слушание лекции. Это не только чтение книг. Это еще и процесс решения задачи. Когда вы сидите, пытайтесь обязательно решить. Четырнадцать монет. С первого по семью – большевые. С восьмого по четырнадцать. Настоящие. Да? Или нет? Из-за того, что бывает равно больше или меньше, каждое отличие делит количество вариантов на три. Да. Поэтому вариантов должно быть не больше двадцати семи. Ну, более или меньше, и что. А их какое-то огромное количество. Их это число сочетаний из четырнадцати по семь. Да. Это намного больше. Да. Ага. Да. А дальше только все равно можно. Ну, просто. Нет. А давай я тебе расскажу о пути. Давай. Вот представь себе, есть линейка длины от одного до двухсотых сантиметров. Это еще 200 вариантов. И еще одна линейка длины от одного до двухсотых сантиметров. Нет. Чего не хочет? Так вот, родной мой, если перемножить 200 на 200 и на 200, это будет 8 миллионов вариантов. Нет, а зачем? А вот если ты положишь эти три линейки вместе, и они тебе дадут 3 сантиметра, то удивительным образом из всех 8 миллионов вариантов ты безошибочно или не сможешь выбрать тот, когда они все по одному сантиметру. За одно измерение. Естественно, что... А если ты положишь три раза, и получится в сумме 6 метров, то фантастическим образом все три линейки будут по 200 сантиметров. Варианты не всегда имеют смысла вычислять. Иногда, вот посмотришь и сразу видишь. Подождите. Стоп. Вот в 60-х годах 20-го века была такая история. Начались космические полеты, и для того, чтобы, что называется, продемонстрировать уровень техники, взяли и запустили человека в одну луну. Знаете, это история года, да? То есть просто перед ученым была поставлена задача создать такую ракету, чтобы она летела с земли, долетела бы до луны, и после этого стартовала бы с луны и вернула бы человека. Вот, понимаете, то, что эту задачу удалось решить, означает высочайший уровень технологии, который к тому времени был достигнут. Потому что, если вы, что называется, не умеете ничего делать, то, конечно, должно бы его не улететь. И наоборот, очень многие вещи можно не проверять. А вот просто, что человек сделал несколько шагов по луне, уже означает огромное-огромное количество разных технических устройств, которые должны быть делать. Ставлю перед вами конкретную задачу. За первое взвешивание найти одну фальшивую монету. Берем фальшивую, берем настоящую взвешивую. Ура! Третью часть работы мы сделали. Вышли третью. У нас три взвешивания. Одну взвешивание мы знаем. Мы реально нашли монеты. А, берем две фальшивые и берем эту парочку. Взвешиваем. И смотрите, из-за того, что мы знаем, что это настоящая вторая фальшивая, и они больше, значит, нам две фальшивых. Ага. А теперь... Второе взвешивание? Ты сумел найти две фальшивые? Три. Нет, ну, в одну уже добавочек. Это хорошо, но мало. А потом... Нет, потом уже просто. В смысле, третья взвешивание у меня есть. А из-за того, что 1 плюс 2 плюс 4, это 7, все хорошо. Ничего хорошего. Смотрите. Один, настоящее, фальшивое, больше, чем две фальшивых. Настоящее, фальшивое, 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 больше, чем 4 фальшивых. Ну, ты за второе взвешивание не нашел две фальшивые. Вот, если бы за второе взвешивание не нашли бы и две настоящие, и две фальшивые, то будет хорошо. А зачем две настоящие искать? Если я найду 7 фальшивых, то из-за того, что у меня их было по условию задачи 7, 14 минус 7, 7. То есть остальные настоящие.